Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека номер 1 имени Евгения Степановича Ковина. Как вы думаете, долго ли может прожить человек без еды и воды? Оказывается, потребуется лишь немного поголодать, чтобы заболеть. Неудивительно, что мы едим 4 раза в день. Давайте проверим, много ли занимательных фактов о кухне и еде мы знаем. А помогут нам в этом познавательные книги «100 тысяч. Почему?» Михаила и Лина, энциклопедия «Большая книга. Почему?» и книжная серия «А почему?». Итак, первый вопрос. Правда ли, что можно умереть, если не есть яблоки и лимоны? Свежие овощи и фрукты действительно очень полезны. В них содержатся витамины, необходимые для здоровья человека. Однако, если сейчас можно купить витаминные комплексы, чтобы восполнить суточную норму витаминов, то до конца 19 века люди не знали о существовании микроэлементов. Готовясь к дальнему плаванию, матросы наполняли трюм корабля хлебом и салониной, так как предпочитали плотную, сытную пищу. Вскоре на корабле начиналась цинга – заболевание, при котором выпадают зубы, болят суставы и кости. Снижается иммунитет, и человек становится подвержен простудам. А вот команда капитана Джеймса Кука делала остановки на островах во время своего плавания и выменивала у туземцев экзотические плоды, в том числе лимоны. Болезнь миновала их. Лишь потом выяснилось, что цингу вызывает недостаток витамина С, который в изобилии содержится в свежих фруктах. Наверное, каждый из нас однажды задумывался над вопросом, откуда в хлебе дырочки? Кто проковыривает их? Может быть, домовой? Когда в тесто кладут дрожжи, начинается процесс брожения, образования углекислого газа. Поэтому тесто всегда дают немного постоять, и поэтому же оно увеличивается в размерах. При нагревании в печи углекислый газ вырывается наружу. Каждая дырочка в мякоти хлеба – это след, оставшийся от пузырька углекислого газа. Как вы думаете, что полезнее – кофе или горячий шоколад? На самом деле, ни то, ни другое. В шоколаде много жира и белков, поэтому он будет вреден людям с избыточным весом. Тогда как черный кофе малокалориен, однако он повышает давление и может привести к головной боли. Кроме этого, черный крепкий кофе негативно воздействует на микрофлору желудка. Поэтому лучше не злоупотреблять ни тем, ни другим напитком. Кофе и горячий шоколад можно заменить морсом, компотом или чайом. А теперь вас ждет каверзный вопрос. Может ли собака съесть тарелку? Хотя посуда появилась на заре человечества, далеко не всегда и не везде ею пользовались так же, как сейчас. В средневековой Европе XIII века тарелки были редкостью. Готовую пищу складывали на большие блюда, а порции перекладывались на толстые ломти хлеба. Кусок пропитывался жирами, маслами и мясными подливами, а позже его можно было отдать псу. Ведь возле пиршественного стола любого феодала неизменно крутилась свора охотничьих собак. Впрочем, подача супов в хлебе существует и сейчас. Поэтому не только собака, но и мы с вами иногда можем, если не полностью съесть тарелку, то слегка понадкусывать. Что общего у соли и холодильника? Соль – отличный консервант, способствующий сохранению продуктов. Свойства соли были известны еще древним людям, жившим за несколько тысячелетий до нашей эры. Существует миф, что древнеримским легионерам зарплату выдавали мешочками соли. Как бы то ни было, долгие столетия она считалась одной из самых необходимых, но дорогих. До изобретения холодильников хранить мясо и рыбу было затруднительно. Их приходилось засаливать или вялить, чтобы предотвратить порчу. Впрочем, засолка продуктов не исчезла с распространением холодильных установок. Соленые огурчики и грибы, сельдь и сало по-прежнему встречаются на любой кухне. Что появилось раньше – хлеб или каша? Первый хлеб, по мнению историков, имел вид жидкой каши из злаков. И, кстати, в некоторых странах Африки и Азии до сих пор едят такую похлебку. Позже люди начали добавлять в кашу зерна и ждали, когда каша скиснет. Так появился хлеб, правда, тогда еще похожий на сухие лепешки, чем на привычные нам караваи. И только время спустя хлеб начали выпекать в печи. Молодцы! Теперь вы знаете много интересных фактов о еде. Однако кухня на ней не заканчивается. Давайте познакомимся с занимательной историей других жителей нашей кухни. Ваша задача – согласиться или не согласиться с озвученным фактом. А после прослушать правильный ответ. Готовы? Значительную роль в судьбе вилки сыграли кружевные воротнички. Несмотря на то, что использовать вилку для мяса начали еще в первом тысячелетии нашей эры, она очень долго не пользовалась популярностью. Страшно представить, но поедание мяса при помощи пальцев считалось приличным поведением за столом. Тогда как просьба принести вилку могла бы вызвать подозрение, уж не брезгует ли гость угощение. Сам французский король Людовик X, живший в XIV веке, имел всего одну вилку. Да и то неизвестно, умел ли ею пользоваться. Однако уже в конце XVI века популярность вилки возросла, что же послужило причиной резкого роста. В моду вошли огромные кружевные воротники-жернова. Их изготовление было достаточно дорогим, и чтобы понапрасну не пачкать кружева жиром и маслом, которые непременно капнули бы с пальцев, модникам пришлось пользоваться вилкой. Имя соусу тартар дала греческая мифология. Действительно, тартар в мифологии древних греков – это ад. Однако маловероятно, что именно в его честь назван соус из майонеза и зелени. Основная версия происхождения названия гласит. В одном из крестовых походов французский король Людовик IX столкнулся с кочевыми татарскими племенами и был поражен их силой. Он отдал приказ раздобыть рецепт соуса, в котором татары щедро сдабривали свою пищу, так как считал, что именно еда придает татарам невероятную физическую мощь. От горчицы и хрена щиплет в носу. Вкус горчицы острый и жгучий благодаря органическим соединениям – глюкозинолатам. Соприкасаясь с водой, в том числе слюной, сернистые соединения улетучиваются и попадают в нос, перенасыщая обоняние и забивая остальные запахи. Человеческий нос чувствителен к летучим веществам и реагирует на неприятное покалывание. Кроме того, вам наверняка захочется чихнуть или выплюнуть пищу. Бурчание в животе при голоде говорит о болезни желудка. Напротив, когда здоровый человек голоден, его желудок и кишечник издают урчащие звуки. Давайте разберемся в их появлении. Опустевший желудок сжимается, тогда как кишечник выталкивает остатки предыдущей трапезы. Все это происходит достаточно шумно из-за образования воздушных пузырьков, которые резонируют в пустом желудке. Военную технику и кухонные плиты выпускали на одном заводе. Действительно, после Второй мировой войны начался настоящий бум развития кухонных плит. Заводы, прежде выпускавшие военную технику, переоборудовались и занялись поставками аппаратуры для кухни. Ярким примером служит завод Кош Бергфеллс, который начал производить плиты и иную технику для дома и делает это до сих пор. Сегодня продукция этого завода известна нам под маркой Ханса. Друзья, если вам захочется узнать больше об истории вещей и продуктов, то советуем обратиться к следующим книгам. Вы обязательно найдете их у нас в каковинке.